Так, 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 это второй ролик. Сам ролик стоит из двух частей, ты сейчас на второй части. Первую часть переходи по ссылке в описании на канал Artifix, подписывайся на них и только потом возвращайся сюда. Ага. Живо, вкусно, приятно. Быть оператором удовольствие. Бенкси часто высказывается на тему волнующие общества. Он реагирует быстро и высказывается жестко. Позже эти работы вырвут вместе со стеной и продадут за огромные деньги именно потому, что они не просто отражают время, а напрямую на него влияют. Но из-за этого Бенкси обвиняют в популизме. Ведь он против войны и за экологию, против всего плохого и за все хорошее. Его работы почти всегда актуальны и всегда становятся частью обсуждаемой проблемы. Да, Бенкси потакает обществу, но именно потому, что хочет на него повлиять. А из-за этого человек, который ничего не знает о стрит-арте, но хочет в нем разобраться, скорее всего начнет с Бенкси. И поняв, как работают его знаки и образы, перейдет к освоению более сложных работ. Работ тех самых авторов, которые считают Бенкси популистом. В первую очередь Бенкси, конечно же, стрит-арт художник. Однако рисунки на стенах не ограничивают твою творческую деятельность. В его послужном списке можно дойти даже в выставку с разрисованными живыми слонами. Но это все вы можете нагуглить или прочитать на артификсе. Сейчас только самое интересное. Выход через сувенирную лавку. В своем фильме, как и в рисунках, Бенкси создает что-то между провокацией и шок-контентом. Фильм документальный, но от первого лица. Вообще его легче посмотреть, чем понять по пересказу, поэтому я в любом случае вам его посоветую. Так вот, главный герой фильма Терри Грета был обычным представителем среднего класса и владел небольшим магазином одежды. Но у него была одна необычная особенность. Он никогда не расставался с видеокамерой. Терри ездит по городам и деревням, запечатляя все, что он видит. Снимает обычно ночью. Он болеет идеей увековечивать мгновения в своей камере. Позже Терри начинает интересоваться стрит-артом. И главными героями его творческой болезни становятся художники, занимающиеся граффити. Он мечтает познакомиться с Бенкси, неуловимым мастером этого искусства. Однажды ему все-таки это удается. Когда Бенкси приехал в Лос-Анджелес, они с Терри познакомились. Тот начинает снимать его абсолютно везде, сопровождая Бенкси на каждый его выход на рисунок. У Гретты накапливается огромное количество материала. Бенкси предлагает новые идеи. И все, казалось бы, идет хорошо. Но с каждым днем становится все более очевидно, что Гретта безумен. Выход через сувенирную лавку – это одна из лучших документалок, что вы когда-либо сможете найти. И, ах да, вы обязаны это посмотреть. Пожалуй, известнейшее противостояние в мире стрит-арта – это конфликт между Бенкси и королем Роба. Он берет свое начало в далеком 1999 году. Бенкси при встрече нелицеприятно отозвался о славе Роба, на что тот ответил ударом в лицо. Ответа не было почти 20 лет. В 2009 году Бенкси рисует поверх одного из первых лондонских граффити, автором которого как раз и являлся Роба. На рисунке рабочий заклеивает тот самый исторический кусок. Роба как бы намекает на то, что Роба уже давно отошел на покой, а он тогда уже действительно отошел на покой. Но через некоторое время последовал ответ. На рисунке появились слова «Король Роба». А еще через несколько месяцев Бенкси добавил две буквы к слову «Кинг» и получил, наверное, самое известное прилагательное на английском. В ответ Роба просто закрасил добавленные буквы и все вернулось к королю Роба. Далее стену выкрасили в черный цвет. Чуть позже, в 2010 году, Роба нарисовал улыбающуюся в надгробие кота. Надпись на могиле гласила «Покойся с миром, карьера Бенкси». Затем снова последовал черный цвет. В январе 2011 Бенкси нарисовал абстрактную работу, смысл которой остался непонятен окружающим. Это был последний раунд противостояния. Ответа Роба так и не последовало. Конфликт с Бенкси сильно увеличил его популярность. Граффитчик устроил персональную выставку и даже запланировал вторую, но получил черепно-мозговую травму и впал в кому. Бенкси вернулся к месту их противостояния и воссоздал очертания самой первой работы оппонента, добавив снизу баллон вместо свечки. В 2014 году Роба умер, так и не выйдет из комы. Бенкси Лэнд, или как он на самом деле называется Дизма Лэнд, это в первую очередь фестиваль современного искусства, веселья и легкой анархии, как пишет в пресс-релизе. Всего в создании парка приняло участие более 50 художников. Ни за одним из них Бенкси лично не встретился, а просто отправил приглашение по имейлу. И отказались всего двое. За месяц работы Дизма Лэнд посетила более 150 тысяч человек. Это при том, что попасть туда было ой как непросто. Онлайн билеты раскупили за пару часов, а те, кто не успел купить их онлайн, их ждало долгое путешествие. Сначала вы должны были проехать пару часов от города. После этого отстоять в огромной очереди. Но зато цена посещения Дизма Лэнда была не сильно большой. Бенкси очень не хотел показаться продажным и поэтому поставил цену всего в 3 фунта. Сразу после покупки билетов посетителей ждала первая инсталляция. Картонные рамки металлоискателя. Эта инсталляция сопровождалась охранниками, которые специально вели себя максимально неприветливо, хамили всем посетителям и заставляли вытаскивать все металлические предметы, ключи, чтобы пройти через ненастоящую рамку. Декорации были похожи на мультяшные. И в этих мультяшных декорациях существовал намеренно отвратительный персонал. Их неприветливость была частью концепции выставки. Они задавали атмосферу и настроение. Хотя, если вы из Выхина или Тушина, то вы вряд ли бы заметили что-то необычное. Аттракционы тоже были необычные. Например, за 1 фунт вам давалось 3 шарика для пинг-понга. Ваша задача была в том, чтобы этими шариками сбить чугунную наковальню. Тому, кому это удастся, был подарок – наковальня. Мировая изнанка отразилась в сотне картин и скульптур, в подставных рабочих на подставных аттракционах, создав в парке атмосферу, которую вряд ли кто-нибудь когда-нибудь повторит. Городская окраина превратилась в спаун сатирического стрит-арта. И все благодаря Бэнкси. Главная причина, по которой вам стоит знать, кто такой Бэнкси, это то, что он рисует для вас. Его не интересует, за сколько продали его картину на очередном аукционе, но во время открытия Дизмолэнда он очень волновался, что люди посчитают его жадным. Ему плевать на одобрение от граффити сообщества, но его беспокоят, когда его работы не понимают обычные люди. На самом деле не важно, кто скрывается под маской Бэнкси, и как долго он еще сможет скрываться. Важно то, что одной из главных лиц в истории современного искусства является вашим современником.